Эуросианит, США, свобода прессы в обновленной Армении, в неоднозначном положении. Анимеджлумян. Эуросианит, США. 11 февраля 2019 года. Когда Никол Пашинин, сам бывший журналист, в прошлом году пришел к власти в Армении, казалось, что для СМИ в стране, долгое время попадавшей в рейтинги иностранных наблюдателей в статусе несвободной, начинается новая эпоха. Но, по словам журналистов, спустя 9 месяцев его правление картина остается неоднозначной. Несмотря на то, что власти больше не пытаются прямо вмешиваться в работу прессы, они, чувствуя серьезную поддержку населения, не терпят критики. Сам премьер Пашинин неоднократно позволял себе публичные выпады в адрес журналистов, что, по мнению многих представителей СМИ, создало атмосферу страха, препятствующую появлению критических материалов. СМИ сейчас свободнее, чем при предыдущем правительстве, рассказала ауросианит.аргигам Варданян, редактора специализирующегося на анализе СМИ сайта медиа.ам. «Редакторы и журналисты говорили мне, что в прошлом им звонили, из правительства, и прямо диктовали, какие темы будут на повестке дня. Теперь стало легче, таких звонков больше нет. В отличие от предыдущих властей, новые больше обеспокоены сохранением положительного образа в глазах общественности, поэтому более восприимчивы к давлению со стороны общества», — сказал и ауросианит.аргани Аганнисян, репортер сайта журналистских расследований ЭПК. «Теперь проблема в том, что люди попросту обожают нового премьер-министра и обрушивают потоки злословия на любого, осмелившегося написать критическую заметку о новой власти. Освещение деятельности Пашняна, по большей части, носит положительный характер. СМИ, сообщающие об оплошности их в работе нового правительства, включая злоупотребление служебным положением и проблемой во внешней политике, часто подвергаются критике». Пашнин часто сам провоцировал нападки на прессу. 13 января он опубликовал у себя в Facebook ссылку на подобную статью в газете «Грапара». «Судя по этим репортажам, СМИ соскучились по коррумпированному правительству республиканцев», — написал он. «В конце концов, столько лет работая рука об руку, они практически стали друг другу родственниками». Во время прямого эфира в Facebook двумя днями позже Пашнин жаловался на то, что армянские СМИ не смогли по достоинству оценить произошедшие в стране изменения, объяснив это тем, что 90% из них контролируются либо бывшими властями, либо теми, кто нам противостоит. Союз журналистов Армении выпустил заявление, в котором осудил нападки Пашняна на «Грапара». «Это может стать причиной еще более опасного отношения к прессе», — говорится в заявлении. Во время пресс-конференции председатель Союза Сатик Сиранян ответила Пашняну, «Теперь республиканцев больше нет, и ответственность лежит на вас». Пресса стала козлом отпущения. Журналисты также обеспокоены некоторыми случаями агрессивного поведения властей в отношении прессы. В сентябре полиция провела обыск в офисе новостного издания «Ереван Тудэй», ошибочно полагая, что оно стояло за сливом записей конфиденциальных телефонных разговоров между чиновниками. Полиция вернула конфискованные без объяснения причин компьютера через два месяца, — рассказал главный редактор издания «Сивака Копян». В ноябре полицейские пришли в офис новостного веб-сайта «Изор» в поисках оригинала видеозаписи с интервью известной бизнесвумен. Оказалось, что записи так находилась в свободном доступе, так как была сделана на открытой пресс-конференции. Между тем Анна Копян, жена Пашиняна, является главным редактором газеты и сайта «Тармини Антимес». Многие утверждают, что после прихода ее мужа к власти изданию слишком часто удается узнавать о важных событиях раньше других СМИ. Пашинян понимает ту силу, которая сосредоточена в руках прессы, он чувствует себя журналистом, поэтому позволяет себе вступать в подобные диалоги со СМИ, сказал президент ереванского пресс-клуба Борис Новосардян на округлом столе, посвященном прессе в Армении. В целом, журналисты высоко оценивают новые власти за уровень обратной связи. Но и эта тенденция, по их словам, в последние месяцы стала двигаться в сторону ухудшения. Это правительство было более доступным по сравнению с предыдущим, рассказал ауросианит.арк Артур Хачатурян, репортер общественного телевидения Армении. Бывший пресс-секретарь Пашняна, Арман Ягаян, всегда был доступен для комментария, даже если его ответ был неинформативным или он в принципе ничем не мог помочь журналисту. Как ни парадоксально, но затрудняет работу журналистов именно аудитория. Некоторые не хотели, или до сих пор не хотят слышать критику в адрес нынешнего правительства. По словам журналистки сайта неус.амтагухи Милканин, в то время как чиновники становятся все менее доступными, общество постепенно начинает менее болезненно относиться к критическим материалам. Сначала члены нового правительства с удовольствием отвечали на вопросы журналистов, но теперь большинство из них после заседаний покидает здание через черный ход, говорит Милканин. Наиболее сложно получить ответы от глав силовых структур, и это делает их похожими на предыдущую власть. Однако, по словам Милканин, в последние месяцы отношение общества к материалам с критикой правительства становится все более терпимым. Раньше за критические материалы мы получали очень много негативных реакций в социальных сетях. Люди воспринимали любую критику как контрреволюционные настроения, рассказала я уросианит.арк-журналистка. Но, кажется, этот тренд медленно отмирает. Бывшая журналистка общественного телевидения Армении Агнеса Хамаян говорит, что когда Пашинин и его соратники были в оппозиции, у нее всегда была возможность взять у них интервью. Теперь же, работая на СМИ, которые не стесняются критиковать новое правительство, Пятый канал, заполучить в эфир чиновника стало проблемой. Большинство из них предпочитает идти к СМИ, с которыми им будет комфортно, говорит Хамаян. Лично я их понимаю, но это не может продолжаться долго. Раньше, когда ты критиковал правительство, тебя называли профессионалом. Если ты делаешь то же самое сейчас, оказывается, что ты безграмотный и мстительный, иронично отмечает Хамаян. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.